Севастополь 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 Севморфсервис Были приняты давно, но не доведена Эта ситуация до конца Поэтому эти мероприятия Были осуществлены И сегодня на правительстве Принято решение о включении Этого имущества А там выявлено Порядка 66 объектов Недвижимого имущества Земельный участок Около более 34 гектаров Земельным участком Там, я думаю, еще необходимо Будет разбираться Рустам Зайнулин уточнил, что после внесения Комплекса в реестр в правительстве Займутся регистрацией права государственной Собственности. Принято решение Лагеря Комарова-1 и Комарова-2 Передать на баланс ГУП в пансионаты Севастополя, а очистные сооружения Закрепить за ГУПом Центр эффективного использования Собственности города Был ряд обращений Людей, работающих на этих очистных сооружениях Вплоть до обращения Уже и президенту Российской Федерации На сегодняшний момент Эти пять человек, которые обслуживали очистные сооружения Приняты на работу в нашем унитарном предприятии И осуществляются мероприятия По погашению задолженности Которая, по-моему, с февраля месяца была у них По заработной плате В департаменте по имущественным и земельным отношениям Рассчитывают завершить все процессы По оформлению комплекса «Береговое» до конца года Анна Брачева, Анна Малышка, Андрей Тымчук Информационный канал Севастополя На месте бывшей танцплощадки Ивушка организует временную парковку Проблемные участки дорог Должны быть сданы в этом году А Севавтодор с 2017-го Будет контролировать подрядчиков Такие задачи временно исполняющий обязанности Губернатора озвучил в ходе круглого стола Дорожное хозяйство Севастополя Перспективы развития и принципы управления Его участниками стали глава города И его профильные заместители Депутаты законодательного собрания и муниципалитетов Руководители профильных подведомственных Учреждений и подрядчики Обо всем по порядку далее Дорогу авторынка подрядчик обещает сдать Раньше 20 ноября Срока установленного правительством Для этого собираются работать в две смены До полуночи Заявление прозвучало в рамках круглого стола Дорожное хозяйство города Севастополя Перспективы развития и принципы управления А ремонт второго отрезка улицы Абрикосовая Должен начаться уже на следующей неделе Такое поручение дал временно исполняющий Обязанности губернатора Дмитрий Овсянников Мы все выполним по 2016 году Не только федеральные 500 миллионов А все вот Текущий ремонт, капитальный ремонт Остановочные пункты Мы рассчитываем, что все По двум объектам есть сомнения У вас поставщик сбежал с Абрикосовы или нет? Поставщик сбежал давно Ну все, значит завтра решение на правительство вынесите А все в Автодор этот участок Возьмете ведь сами? Значит завтра на правительство Мы физически мы это готовы Ну все, поручение дайте Абрикосовы Но мы об этом говорили две недели назад Когда я там брал Участок смешной За неделю можно сделать За пять дней Завтра выносите Завтра выносите Остров Севастополя Стоит проблема отсутствия парковочных зон В рамках круглого стола Депутат законодательного собрания Вячеслав Горелов Предложил расширить парковку на улице Воронина И сделать временную стоянку в артиллерийской бухте У нас есть проект Благоустройство, реконструкция Синяевского сквера Но пока он не выполняется Есть место в вершине артиллерийской бухты Которая два года уже простаивает После того, как был снесен строительный забор Там хотя бы временно сейчас можно сделать площадку На месте бывшей там с площадки Ивушка И до тех пор в течение двух там или там Какого-то количества лет Эксплуатировать ее Пока мы не построим В необходимом количестве Перехватывающей парковки и так далее Временно исполняющий обязанности Губернатора Севастополя Идею поддержал И поручил департаменту транспорта И развития дорожно-транспортной инфраструктуры До 24 ноября определить Все места расположения будущих парковок И вынести перечень объектов На всеобщее обсуждение Перечень первоочередных Временных парковок Или мест с точки зрения отсыпки За счет бюджета Тоже утвердите Которые вы сделаете в ближайшее время То есть, чтобы не ждать Там через 2-3 года Эти парковки заасфальтированные Красивые А сделать максимально А законодательное собрание Даст предложение И 24 ноября На состояние правительства Вы это вынесете У нас резервный фонд Не срасходован до конца Ну, вот отсыпать площадку Там 500 тысяч рублей 300 тысяч Выберите 10 площадок Разберитесь Можно же это сделать Зато сразу же Результат увидят Кроме того В 2017-м Планируется организовать Еще 3 парковочные зоны Общей вместимостью Более 270 автомобилей На площади восставших Луначарского И карантинной Парковки на самом деле Должны появляться Осмысленно И они будут результатом Выполнения двух работ Из сферы, скажем так Транспортного планирования Такие места определены Мы их включили В нашу программу В бюджет 2017-го года И вот 3 парковки У нас появятся В 2017-м году Я думаю В первой половине И еще до 10-ти Включайте 3 до 2020-го года Правительство Севастополя В следующем году Рассчитывает проверять Качество укладки асфальта С собственной сертифицированной Лабораторией Сейчас для оценки Город пользуется Услугами подрядных организаций Более того В планах местных властей На 2017-й год Принципиально поменять Схему организации Ремонта дорог Сделав главным заказчиком Севавтодор ГУБ ждет реорганизация В государственное Бюджетное учреждение Развитие и расширение Профиля деятельности Будет заниматься Не только содержанием Но и ремонтом дорожной сети Выполнять государственный заказ И контролировать работу Привлеченных подрядчиков Главный Первый главный итог То что Всех Вот эта предложенная схема Устраивает Как мы понимаем Эта схема Позволит нам Повысить качество Наших действий Как заказчика По ремонту и содержанию дорог Ну а результаты Увидим наверное В конце следующего года В целом же В Севастополе Рассчитывают Что в следующем году На дороге будет выделено Финансирование В размере 1 миллиарда 719 миллионов рублей На эти средства Планируют сделать 52 участка В рамках текущего ремонта И капитальный На 13 объектах Среди них Проспекты Генерала Острякова И Октябрьской революции Свято-Никольская площадь В моем представлении Мы должны подключить Муниципальные округа К определению Тех участков Которые Необходимы к ремонту Определить некую сумму Для ремонта Внутриквартальных дорог Ну по сути дела Дворов Там 150 миллионов рублей Примерно Чтобы в следующем году Были благоустроены Заасфальтированы Дворовые территории То что непосредственно Мы отдадим Напрямую В муниципальные округа Среди первоочередных мер В департаменте транспорта Называют инвентаризацию дорог Сейчас же Порядка 300 километров Не паспортизировано Отметил Игорь Титов В целом же В основу развития дорожной сети Ляжет генеральный план города И программа комплексного Развития инфраструктуры Кроме того В Севастополе Разработают программу Безопасности Дорожного движения Дмитрий Дудко Анна Малышко Андрей Тымчук Информационный канал Севастополя Перечень полномочий Для муниципальных органов Власти Правительство Севастополя Представит на следующей неделе Об этом заявил На брифинге Заместитель губернатора Вячеслав Гладков В настоящее время Идет активное обсуждение Списка проблем И необходимый Объем финансирования В совещаниях Принимает участие Глава муниципальных образований Специалисты Из департамента экономики Городского хозяйства И территориального развития Встречи проходят В разных форматах Помимо еженедельных Общих собраний Организуют Индивидуальные встречи Главы города С депутатами муниципалами И выездные рейды По районам Отмечает Вячеслав Гладков Также он рассказал В Севастополе Десять муниципальных образований В каждом индивидуальные Проблемы и сложности Однако перечень полномочий Должен быть для всех округов Одинаковый Задача сейчас Сформировать Дорожную карту Помочь Муниципальным образованием Обеспечить Выполнение Всех требований Законодательства И С первых дней Нового года Получать качественную работу На территории муниципалитета Но опять В какой форме По большому счету Должны принимать решения Муниципальные образования Акция Госуслуги В каждый дом Продолжается В ее рамках Севастопольские полицейские Встретились со студентами Филиала МГУ Сотрудники МВД Рассказали Будущим управленцам И журналистам О госуслугах Которые оказывают Гражданам органы Внутренних дел О получении Электронной подписи И использовании Единого портала ведомства Встреча проходила В формате диалога Учащиеся смогли задать Полицейским Все интересующие их вопросы В планах Продолжить акцию Правоохранители Встретятся со студентами И других вузов города Это были новости На информационном канале Севастополя В студии был Дмитрий Дудко Я желаю вам всего доброго И до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова